Дорогие москвичи, Сергей Семёнович, поздравляю вас с праздником, с Днём города. Я искренне желаю Москве новых успехов и процветания. Мы действительно гордимся Москвой, одним из красивейших и по-настоящему великих городов мира. Здесь всё связано с лучшими достижениями в развитии страны, с её прошлым, с её новыми успехами. Мы гордимся судьбой столицы, в которой отразилась история всего нашего государства, полная испытаний и блестящих побед. Отразилась её мощь, многообразие и богатейшая культура. Отразилась вся наша Россия. Москва – это город, в котором живёт 15 миллионов человек. И мы любим её за то, что она объединяет судьбы москвичей, за то, что она – наш дом. И для нас важно, как и чем она живёт. Конечно, у каждого из нас, абсолютно у каждого, своя Москва. У каждого есть свои любимые места. Но из этих очень разных бульваров и скверов, площадей и районов, из непохожих и в то же время живущих одним ритмом, одним дыханием людей, и складывается Москва. Её колорит, который так отличает наш город от других городов мира. В мире мало городов, которые можно сравнить с Москвой. И по размаху, и по особому драйву, по внутренней энергетике. Москва живёт насыщенно, интересно и динамично. Здесь много целеустремлённых, талантливых, полных сил людей. И для всех, кто приезжает сюда, попадает в её особый ритм, Москва становится родной и близкой. Москва – это город, который всё время работает, который никогда не спит, где в любое время дня и ночи кипит жизнь. В Москве ни зимой, ни летом не затихает культурный сезон. Здесь появляются целые кварталы искусства, на любой вкус, на любой возраст, с возможностями для себя реализовать свой талант. В Москве – самая взыскательная публика. И заслужить её внимание – знак особого признания. Мы видим, как быстро меняется Москва, прямо на наших глазах. Она стремится быть не просто современным, мобильным, но и, как принято сейчас говорить, умным городом. Удобным для жизни и работы, интересным для молодёжи, привлекательным для туристов и для развития бизнеса. Открытым для всех, с высокими стандартами жизни и в центре, и в спальных районах. С современной навигацией, сложнейшими развязками и тоннелями. Только с 2011 года в Москве открыто 18 новых станций метро. И за последние пять лет команда правительства Москвы приложила для этого немало усилий. Мы рады, что буквально на наших глазах появляются уникальные московские объекты. Возрождённая ВДНХ и один из крупнейших в мире океанариумов. Ледовый дворец Назили и футбольный стадион открытия арена. От реставрированной Геликон-Опера и училища имени Гнесина. Неудивительно, что столица всегда задаёт тон. Она была и остаётся примером для развития других городов. Для всей страны. В Москве рождаются почти все новые, интересные и самые масштабные проекты. Самые серьёзные инициативы. И не зря о том, что действительно заслуживает внимания, по всей стране говорят, ну прямо как в Москве. И ещё. Москва молодеет. В этом году в школы пошло рекордное за последние 20 лет число первоклассников. Почти 100 тысяч. Именно они и являются будущим нашего города. И мы делаем всё, чтобы у наших детей было самое лучшее образование. Чтобы они были счастливы и воплотили в жизнь свои мечты и планы. Дорогие друзья, жить и работать в Москве – это и большая радость, и большая ответственность. Ответственность перед теми, кто создавал этот город. Кто сделал его неповторимым. Кто во все времена, а это люди разных национальностей и конфессий, профессий и убеждений, вместе обустраивали и вместе защищали Москву. У нас есть на кого равняться. Вспомните, как столица отмечала 70-летие Великой Победы. С каким подъёмом миллионы москвичей прошли в марше бессмертного полка. Я верю, что все мы вместе, осознавая свой долг перед историей, сохраним Москву, добьёмся новых больших успехов и сделаем нашу столицу ещё лучше. Пусть Москва развивается и радует нас, вдохновляет нас на новые успехи. А мы будем с любовью заботиться о ней. С праздником! С днём рождения, Москва!